Итак, Пешмерга переводится с курдского как «Те, кто идут лицом к смерти». Как бы вы сейчас охарактеризовали иракскую армию? Я бы назвал их трусами. Они полны страха и совершенно не хотят защищать свою родину. Поверьте мне, гляньте на бойцов Пешмерги. Любой из них отдаст свою жизнь за земли Курдистана. Битва за Ирак. Первый эпизод. 10 июня 2014 года. Масул, Ирак. На прошлой неделе суннитская экстремистская группировка Исламского государства Ирака и Сирии совместно с другими суннитскими группировками, а также бывшими сторонниками режима Саддама Хусейна вооруженным путем установили контроль над частью территории Ирака, включая Масул, второй по величине город страны. Многие обвиняют в эскалации конфликта премьер-министра Ирака Нурри Аль-Малики, который проводил политику по религиозному разделению населения страны. Конфликт может стать началом кровопролитной гражданской войны. Многие солдаты Иракской армии попросту дезертировали, некоторые были пойманы и казнены. Курдские военизированные отряды на севере страны, более известные как Пешмерга, воспользовались шансом и стали расширять подконтрольные им территории за счет так называемых спорных земель, которые исторически принадлежали курдам, но были отобраны багдадским правительством. 15 июня 2014 года, лагерь Хазир, Ирбиль, Ирак. Сейчас мы находимся в лагере беженцев Хазир, который расположен между городами Масул и Ирбиль. Курдское региональное правительство предоставило беженцам жилье, воду и пропитание. Многие из беженцев не знают, когда и куда им предстоит вернуться. Как получилось так, что вы оказались в лагере для беженцев? Я привез свою семью сюда, в Ирбиль, из-за того, что мы боялись, что на нас нападут. В четверг вечером начались бои и артообстрелы, поэтому мы покинули свои дома. Это произошло примерно в час ночи. Они обстреляли меня и мою семью. В самый критический момент солдаты побросали свое оружие и убежали. По улице была разбросана их форма, все КПП были оставлены. Вы боитесь возвращаться в город, если там будет ИГИЛ? Как я могу не бояться, когда в городе идут бои между вооруженными группировками и гибнут мирные люди? Как ты будешь себя чувствовать, когда увидишь, что к тебе приближается грузовик, забитый террористами? Испугаешься или нет? Афганцы, иранцы, саудиты, все одеты в мусульманские одежды. Как ты думаешь, что с тобой будет? Расскажите, как жилось в Масуле, когда там правило режим Малики? От него не было никакого толка. Большая часть военных, за исключением лишь некоторых, были подлецами. Они отвратительно относились к людям, выгонялись с домов, оскорбляли, подкладывали взрывчатку. Что Малики сделал за то время, пока он у власти? Он дал мне и моим детям жилье, он дал мне работу, чтобы я мог прокормить семью и детей. Он выплатил компенсацию за моего зятя, которого застрелили сотрудники перед его домом. Ирак – страна с огромными нефтяными богатствами. Что он вообще для меня сделал? Как только он пришел к власти, людей убивают и выселяют. Он хочет превратить Масул в то, во что он превратил Рамаде и Фалуджу. Как думаете, если Малики сместят и к власти придут игиловцы, наладится ли жизнь? Я не могу ответить на этот вопрос. Я подвергну опасности свою жизнь и жизнь моих детей. КПП Пешмерги, окраины Масула. Мы находимся на последнем КПП Пешмерги. За моей спиной, всего в паре сотен ярдов, находится оккупированный ИГИЛом Масул. Кстати, там у них тоже есть КПП. В настоящий момент территория между курдами и игиловцами поделена. Боев здесь нет, но ситуация напряженная. Бойцы постоянно проверяют машины на наличие взрывчатки. Никто не знает, что здесь будет дальше и как будут развиваться события. Здешние бойцы Пешмерги выглядят так, как будто совсем не напряжены. Они постоянно шутят, тыкая пальцы на игиловцев и называя их «даешь». «Даешь» — это одно из названий игилы. Бойцы курдов хорошо натренированы, дисциплинированы и хорошо обучены воинскому делу. Кажется, они совсем не боятся того, что здесь может произойти, в отличие от иракской армии, которая все побросала и убежала, только увидев игиловцев. Здорово! О, да. Вижу черный флаг, вот там. Блин, да вы абсолютно не волнуйтесь. Да, мы спокойны, мы понимаем логику игиловцев. Они не хотят воевать против всех подряд. Например, они воюют с иракскими войсками. А теперь представьте, если бы они еще и с курдами воевали. Они бы недолго протянули, вот в чем фишка. Нам тоже командование приказало их не трогать. В регионах Ирака с преимущественным суннитским населением, таких как Масул, Анбар и Диала, курды воюют для того, чтобы расширить свою территорию за счет присоединения спорных земель, за которые они боролись с багдадским правительством. И курды в настоящий момент являются единственной силой, способной захватить данные территории. Некоторые жители в настоящий момент возвращаются в город. У них свой взгляд на происходящее событие. Какая сейчас обстановка в Масуле? Я не буду говорить за всех, скажу только за себя. Но с того момента, как игиловцы вошли в город, введен запрет на воровство. В госучреждениях запретили воровать. Электричество работает без перебоев. А раньше электричество выключали на 4-5 часов, а потом еще на 2-3 часа снова включали. Мы сейчас в полной безопасности. Люди уезжали на 2-3 дня, а потом понимали, что нет опасности. Я один из таких людей, кто покинул Масул. Для игилла нет разницы, кто ты. Курд, суннит, шиит, езид, христианин. Они говорят, что не тронуть тех, кто покаялся. Они смогут жить спокойно. Но если кто-то нарушает закон, он будет наказан. Скажите, есть ли среди людей озабоченность в связи с тем, что все мы видели, как игиловцы ведут себя в Сирии? У них очень строгие законы. Людей казнят. Меньшинства подвигаются гонением. Ведь игиловцы глубоко верующие сунниты. Людей это беспокоит? Любому, кто скажет вам, что тут игил, отвечайте, что игила тут нет. Это просто сунниты, которые в свое время подверглись гонениям. Итак, когда игил и другие суннитские группировки захватили Масул, Иракская армия все побросала и убежала. Они бросили оружие, форму и смылись. Никто не знает, было ли это результатом саботажа, проведенного внутри солдат. Или такой был приказ, или они просто испугались. Но для курдов просто немыслимо, как это можно сделать. Теперь они осваивают вооружение, которое раньше принадлежало Иракской армии, И доводят его до ума. Это автомобиль Иракской армии? Да, это принадлежало трусливой Иракской армии. Один из тех, что они бросили тут. Итак, Пешмерга переводится как «Те, кто идут лицом к смерти». Как бы вы сейчас охарактеризовали Иракскую армию? Я бы назвал их трусами. Они полны страха и совершенно не хотят защищать свою родину. Поверьте мне, вот гляньте на этих бойцов Пешмерги. Любой из них отдаст свою жизнь за земли Курдистана. Иракцы побросали свою форму. Вместе с ней они выбросили и свою воинскую честь. Большинство из них убегали в Исподнием. Если у них были с собой ночнушки, они их надевали и убегали. Если бы вы в тот день привезли грузовик, футболок и штанов, вы бы их все распродали. Поверьте мне, привези вы сюда фуру одежды деждаши, вас бы ее всю скупили. Несмотря на те шутки, которые говорят бойцы Пешмерги, у иракских солдат есть причины бояться ИГИЛ. В тот же день появилась информация о массовых казнях иракских солдат. То, что мы сейчас наблюдаем, своего рода тупиковая ситуация, возникшая между бойцами Пешмерги и ИГИЛовцами, которые всего в нескольких сотнях метров от нас. И по той информации, которую Курды нам сказали, ИГИЛовцы хотят вовлечь в свои ряды людей, которые придерживаются нейтральных взглядов. У них амбициозные планы захватить Багдад, разгромить шиитское ополчение и иракскую армию, против которой они сейчас воюют. И для ИГИЛовцев сейчас будет глупо начинать конфликт с курдами, у которых есть тяжелое вооружение. Мы видели его. Известно, что они не убегают с поля боя. У курдов дезертирство считается позорным грехом. И кажется, что ИГИЛ сейчас поступит мудро. Они не будут влезать в боевые действия против курдов. Однако никто не знает, что будет дальше. Всего пара выстрелов могут нарушить перемирие, как здесь, так и в Киркуке, где курдые ИГИЛовцы сейчас соблюдают нейтралитет.